привет я решила поесть на камеру вообще как бы я шла с часового и спец прайса до определенной остановки мимо места где делается шурма я ела уже на камеру обычную шурму там сурман заделает по 180 тогда было потом я ела без камеры в оранжевом лавашике сырную шурму ничем обычно не отличалась а сегодня я купила ну как я написала пусто стало что если хотите мулбанк шаурмой на камеру то оставьте какой-нибудь смайлик любой смайлик под постом там сколько-то смайликов уже есть короче это зеленый лаваш он чисточный и она острая нам не обошлась 190 рублей то ли шаурма подорожала то ли не знаю что они стали как-то по другой цене я не вникала в общем не суть важная шла целенаправленно туда чтобы шла мимо ну целенаправленно туда зайти если получится потому что словила такую девичку купить ее все присыпать на камеру короче она чесночная с острым соусом но как мне сказал сама мусульманка соус так вспомнила прячь и соус не острый на самом деле она уже подостыла вот здесь главное тепленькая здесь уже подостыла не знаю может мне немножечко подогреть может быть я сейчас наверно чуть-чуть подогрею и планшет тоже уберу у меня там заваривается как раз вот остатки был роскоши это японский чай из японии свадьберись но не от никитоса соответственно просто японии я тогда лоханулась ну как продавец вводил в заблуждение там под видом мати продавался просто очень мелко молотый как он бывает в пакетированный такой а тут россыпью зеленый чай сентя у меня тут баррикада всего но она чуть меньше стала сейчас чуть-чуть прервусь вот я подогревала и без пакетика но сейчас верну обратно в пакетик и положила себе немного грибов может тут и чай налила грибы у меня соленые тут лисички какой-то ассорти волнушки белые возможно еще что-то это мне бабушка из выдр подогнала и чай налила чашку сейчас нерв приближусь тебя чутка ой вот так да я снимаю все еще на диджай вкусненько кстати когда сегодня подошла там пять человек было передо мной в очередь одна моя подружка сказала что они уже ну не мама умерла где-то будет полтора назад они видимо уже два года если не больше существует потому что ее мама любила там заказывалась все равно как ой я думаю окошко собирается признать туда она просто точит когти когти . которая на столе и возможно стол слегка шатается куды лезем куды лезем я тебе дам сейчас дам тебе кусочек мяса но не отсюда как я дам живу у каждого нас тут где-то на блюдике с тобой есть мясо с обеда и даже вроде как порезанная но не совсем порезанная ладно вообще-то приличный риса кусок хозяину такого куска хватило на небольшой перекус на бутерброд не любила слог перекус но сказала действительно как бы лучше ну учитывая что предыдущие 2 сырная и обычная на белом лаваши на обычном и на оранжевом были практически не соленые вообще как бы как моя сестра четвероюродная сказала безвкусные которые хотелось бы посолить а тут есть такая легкая перчинка но не острая что вот так вот чувствуешь себя дракончиком когда мы последний раз качали мед в течение где-то 6 часов в деревне с родственниками то у нас был перекус мы кушали по очереди и там была лапша растворимая ну в таком контейнере там не знаю ролл тонн или еще что-то племянник себе весят тост и по моему пакетик засыпала нам по чуть-чуть положили вот это было чуть-чуть но ощущение было быть дракончик вот здесь такого нету и вчера мы были в деревне с близким родственникам таскали улей ну по частями там крышка магазинная наставка гнездовая наставка и но еще порядка видимо я где-то умудрилась найти 5 угол потому что сейчас обнаружила что под коленкой больно ну как бы я не очень разглядела есть там синяк или нет но судя по тому что нажимаешь и она болит трогаешь видимо все таки я словила пятый угол не заметив я даже уже не помню просто очень устали потом все достали ящики с рамками машину чтобы оттопить из машины потом оттопить вот не вполне возможно что я где-то нашла пятый угол иногда шарахнешься и помнишь об этом и даже не заметишь или забыл а вот этот синяк на ноге вот здесь попалась видимо побольше вот этого утра ощущает это все это но пока еще не дракон по этой причине я и заварила синяк корка такой большущий кусок мяса плавала уже тем мало кто-нибудь есть все руму с солеными грибами причем в прикуску пошел кусок такой конкретно острый ой кошка ну не надо сюда прыгать с планшета управляет во первых камера за 30 тысяч стоит твой хозяин не настолько богат и как думаешь ему же камера куплена на донаты получит очистить тут у меня в коробочке миндаль я потом собираюсь его на масло пустить поставлю как раз кадр не влезает и вроде ей так и не дает пакетики салфеточка вместо носового платочка ну блин я и убрала все туборец и чтобы она уселась а она в итоге свалила в комнату вообще это лепешка лаваш она как-то такая будто бумажная ну в смысле отличается немножко вот от лаваша который продают у нас такой армянский лаваш тоненький или какой-нибудь другой бывает тоже лаваш такой тоненький тут все заворачивается прямо при тебе и на такой туговине придавливается как бы подогреть там еще всякие пиццы пирожки в основном жареные соки в баночках алюминиевых бутылочках таких сегодня видела ежевичный сок и гранатовый чистенько так вообще ну и там такая маленькая как стоечка видимо можно прям там поесть что-то даже туборечка вроде была тут курица огурец капуста помидорка возможно слышно как кошка в блоточек ходит у меня впишется да это бывало у меня раньше sony вроде бы нажала на включение даже управляет телефон а потом замечаю что забыла нажать либо не нажала предпоследний муслбанк я загружала вновь придет перепятка деревню ну что вчера после 12 где-то ночи и скопировала данные там при загрузе можно скопировать мета данные с предыдущего ролика какого-то другого который уже есть на канале так получилось что по невнимательности скопировала название с какого-то другого манбанга и человек камен так постебался правда уверял что привет тебе ира мерсоненко название не читал я так и не поняла прикола если название не читала то причем там был предыдущий манбанг а я вчера была уставшая осень после деревни и спала только три часа когда каменты с телефона на были читала у меня название терзинга на название другое может я думаю что-то не то залила сейчас на ютубе какая-то хрена тень пошла раньше деградирует нельзя было залить видео которое уже есть на канале тут одно и то же видео можно хоть раз пять верить особенно если она заливается какой-нибудь на youtube сбрасывается и заливаешь его по новой или заливать вроде бы но при этом что-то с ним не то но долго висит обработки приходится заливать заново ну короче я такой-то напряглась думаю блин чужом я там такое нос на видео не оказалось видео что заливала потом поняла что теги это данные скопировала по умолчанию сразу видимо и название в том числе огня начала не там в деревне что-то в тот последний привет указает желатом они на ленинках тут все разъедили было много чего даже сэмэр записано мне как-то вот совсем некогда было монтировать именно с этой камеры этому сколько-то видео смонтировала старых в основном там еще что-то с этой sony записанной камерой в прилуках какой-то приз залила все что было кучу шорт при этом поставила на очередь публикации у меня было в планах еще пройти с этой камерой вдоль деревни в одну и другую сторону но пока была последний день некогда было ну и погода как-то не позволяла вчера тот кусок свободного времени что у меня был я посвятила на те дела которые хотела сделать а потом меня просто уже сил не было но часто кем и это остатал уже как-то гармонизирует со тем что есть ну супер доконом себя не ощущать хотя возможно мне потом придется попить чай с медом или просто медовой воды для не цивилизации специй а меня окнула щелочку мне лично слышно голоса там на улице я не знаю камера уловит или нет у меня сейчас включены все четыре микрофона так-то на скушки нет то можно обратно добрать да тут еще бы салфеточки три что ли штуки в этот раз четыре штуки прошло два три штуки водика и меня там какая-то фанатка осыпала комментариями по поводу этих салфеточек ну негативчиков же которые регулярно пишут свое нутро негативное тоже можешь стать фанатами они же регулярно так вот не один раз прошел мимо и высот сюда и так вот периодично постоянно с регулярной постоянностью так что это может отбаваться я правда не помню ник то ли панночка то ли пумочка то ли кто-то еще такой то ли совушка то ли мамочка как-то так но не суть ваше любой камент движ на канале делает ну какой большой гриб то сыроежка я вчера когда ездила на велике в тонную коржевнику увидела на обочине сыроежку но она уже была домиком для кого-то как-то это наверное надо делать отдельное видео и возможно у меня даже есть такое видео не обязательно онлайн не помню точно у меня еще не было как-то времени просто стать по названию творчество то есть она не но они у меня вопрошала та которая периодически монеткой поддерживает мой канал меня эльску хорошо и спасибо на момент как я экономлю видимо это после покупки ну было у меня внезапно 24000 я сначала хотел куда-то съездить а в итоге купила то что давно хотела года ты хотела масло пресс я его шорс выкладывала но полноценно но чем распаковку записала как делаю масло на камеру конкретно так еще не писал потому что чисто один раз протестила на кучу хочу сказать летом у меня лучше все получается экономить потому что если я живу в деревне там магазин деть ну приду как 6 километров от нас если по дороге ну и как бы каждый день не наедешься и там цены где-то больше на что-то где-то такие же не стараюсь и привозить еду в деревню сразу с собой соответственно лишних покупок не делаешь как в городе в городе у меня долгое время тут чисто чтобы повод выйти на улицу иду в магазин и покупаю даже то что мне надо ну не настолько шумная как бывает надо сейчас пошел опять перчик такой ой я ее доедаю первую такую шарму по-моему я не осилила полностью у меня что-то оставалось когда с камерой ела вторую у меня тоже 2 часть осталось а тут не смотря на то что еще грудичка грибами было я ее съем все все короче когда я буду в деревне я соответственно экономлю потому что магазине шастаешь ну фрукты такие там овощи что-то в прошлом ну как бы это как орехи там семечки можно покупать или какие-то вещи вот уже лимонную кислоту заказала сегодня что мы половину в деревню половину тут оставить к концу весь соус наверное на острове ушел потому что сейчас вот дракончиком немножко ощущаю себя я стараюсь покупать килограмм сразу большое количество даже те же семена чья на вайперс или на зон хреб допустим можно делать самой долго хотела думала что мне нужна хлебопечка но знала что можно медленоварки уходить медленоварки кстати не только на это делать микроволновки можно делать и даже дело тестовый небольшой мне электрическая духовка первую какую-то еду которую ты можешь приготовить сам тушь шаурму по идее можно делать дома не обязательно покупать нет тоже можно делать дома может изначально кажется что это дорого там ну мука то все но все равно по себе стоимость она как-то идет потому что путь я покупаю хлеб и два к одному что он у меня не успеет съесть то он у меня начинает приснилить ну соответственно такой хлеб уже куда не в еду и если рассчитать сколько у меня у денег уходит на хлеб и сколько из этого хлеба я съедаю сколько выкидывается то соответственно выгоднее испечь хлеб самой если у тебя есть огород или посад ну какой-то подсобная хозяйство те же яблоки яблочный год огурцы там кабачки еще что-то это все свое ты тратишь как бы труд свой ну по большей части минимум денег там на какое-то удобрение еще что-то но тратишь свой труд свое время это купаться и можно делать вкусные салатики волосы там тушеные еще что-то суп варить единственное что тратишься на на мясо допустим это тоже как бы экономят потом маленькая квартира не располагает тому чтобы делать большие запасы раньше у меня было там даже еще когда я здесь жила в первые годы а вот уже пять половина практически там крупы 23 когда какого-нибудь амбиса еще что там сейчас я стараюсь покупать так если у меня закончился допустим риса мне сейчас он не не хочется я его не покупаю когда вот я понимаю что хочу рисовать на просто например если это любая покупающая подойдет продукт такой долго хранящийся я иду магазин и покупаю причем мне как бы не смотрю там и обычно еще какой-нибудь самый минимальный там без накрутки не гонюсь там за какой-то суперфирмой потому что иногда купишь какой-нибудь фирменный он как черт еще иногда какой-нибудь там твоя цена или своя цена какая там магнита и выполнился нормально пока что тут прорвалось и но все пошло пакет сладкая можно делать самой те же какие-нибудь веганские конфеты десерты можно заменить на варенье ну на грабном позволять себе что-то так вот ловил себя на том что бери мне внезапно как смогла сэкономить у меня смотрю на карте на вкладе отложенных дерева 4 тысячи плюс еще и осталось на жителем это тысячи четыре до следующей пенсии так сейчас она туда свалится вилкой ложкой как-то зацеплю шоума прости ты сама виновата ты развалилась а так вот я решила что когда приду сюда то буду ходить магазин по возможности только за мясом ну что молочку я покупаю выдрах ну там сливочное масло еще покупать у меня козье сливочное масло бывает просмотре только зимой где-то один год хлеб буду вместе постараться как-то нужно делать самой сейчас очень остров но еще хлеб я деревня храню в холодильнике большую часть ну половину оставляем часть в холодильнике чтобы он как бы дольше оставался непорщенным потому что не не всегда родственники могут приехать по делам и соответственно привести мне продукты не всегда есть хлеб в этом в этих прилуках и соответственно уже не такой свежий как вот тут пришел магазин и купил том же магните соседка у меня в деревне она вообще хлеб замораживает потом микроволновки размораживает но у нее деревне есть микроволновка пока все попал есть у меня микроволновка только в городе вообще по сути ведь на еду очень много тратится поэтому то что можно сделать сама не обязательно покупать чтобы сам будет экономия хотя были периоды что я покупала кучу всякой непонятной фигни на вгляд на сторонний взгляд допустим прошел клуб кумы мак перуанская короб на коробке периодически покупаю мне пока есть тут он в принципе есть не просит гора для благости еще что-нибудь чисто хотелось попробовать она все небольшом количестве стоит довольно не бюджетно и сначала мне она все шло но у меня до сих пор содержит нему что гуарана тому маке перуанской это чисто если пробовать так если всегда есть какие-то аналоги это чем-то можно заменить ну если не нравится готовить то допустим кофе можно купить зернах измолоть кофемолке сварить в а можно купить растворимый я имею ввиду качественного тоже я не покупаю какую-то фигню можно купить качестве как бы купить растворимым соответственно будет дороже но дали засыпал чашку на ли водой и смешал все нормально как бы всегда есть выбор такой у меня просто были периоды жизни долгое время мне приходилось экономить в том числе был период такой же был такой период жизни еще до совершеннолетия что просто сидела без денег у меня не было денег даже на хлеб там было какие-то макароны масло сливочное вода и песок и все макароны с песочком я любила и к чаю только песок или вообще ничего поэтому если есть такая ситуация что вот не можешь накопить но при этом все тратишь тратишь значит у тебя просто есть лишние деньги хочется если накопить и при этом даже ну как бы для других людей у тебя не настолько много денег хоть ты и тратишь можно попробовать просто вклад какой-то делать хотя сейчас у сбербанка последние ли 10 эти проценты вообще никакие за кредит берешь кредит я правда не беру кредиты берешь кредиты и плачешь огромные проценты делаешь лад и проценты с куски нос может не того что подцепить вилкой как-то не очень удобно ну соответственно сглаживаешь какую-то сумму просто себе на жилье уделяю что не считая коммуналку одно отдельную сумму что тоже на себе на жилье уделяешь определенную сумму не пытаешься в эту сумму въехать у меня не всегда получается въехать эту сумму чаще всего не получалось и я брала и отложенного я не беру сейчас расчет еще спорт мажоры когда допустим вот мне пришлось смеситель ванной менять из-за некомпетентности товарищ ежико в первую очередь ну и допустим камера продавалась велосипеда но если есть свой сад есть какие-то ведь продукты то лучше пока есть то что есть из сада потому что потом придет зима и можно будет уже не поешь таких продуктов тогда там да можно купить ну плюс я позволила тебе в этом году половинку он правда был такой огромный половинка вышла на 5 600 на 10 рублей два дня его ела потом у меня откинулся потому что мне тупо в холодильник было не было оставить вот эти-то готовки были ну там по акциям покупать по каким-то скидкам то что нужно действительно иногда я правда покупаю по полной цене если мне тут внезапно приспичило но как бы стараюсь покупать именно то что мне надо они купила но в итоге стоит стоит до клавиат правило стоит на так называемый ящик внезапно я съела сейчас я чувствую себя драконом теперь все на рулюет ну и смысла не прямом смысле и в датрышка нет на днях подметали пол услуга услугала пол чистый даже вот курага я сегодня искала бабушку нашла курагу короче я как-то купила курагу 1000 рублей за килограмм соответственно 100 рублей за 100 грамм на вайберис можно найти за 300 с чем-то и курагу и такую крупную как магните и какую не страшненькую как вот тут у меня похоже ну соответственно вот какие-то вот такие сухофрукты можно купить и в большом ну тот тот же килограмм или даже 500 грамм на вайберис или на озон в бесплатной доставкой соответственно все это будет дешевле чай баку мне конечно мы все ноте всякие разы и наши даже виноград есть который в одном убаге в салате побывал чай какие-то продают там сейчас стала популярна когда спасло это импортозамещение кипрей он же иван чай можно купить магазине можно собрать самого таня в этом году ты собирала на сколько помню сама уже экономия и как это хренатень типа волосинка или какая-то штучка на что-то телефон руку положение instagram разряжает вас чем-то там разряжает ваш телефон какими-то там обновлениями ну сейчас зайдем вот это церковь он там хочет мне я вот сегодня купила брусники 300 рублей килограмм на литр смысле я не знаю может это дорого там может подешевле можно было купить за 200 но я приехал там только одного человека это было приехал уже поздно думаю раз уж вижу что есть куплю чтоб не геморрится часть поем а часть хочу с яблоком соединить блендере сбить сахаром засыпать сварить варенье я как-то варила с целыми яблоками и яблоками и довольно вкусно вышло необычно как не я чем не так посоветовала все время делать на учете яблочный бут ну че этот инстаграм от меня хочет Ну и все то же самое. Ну и все то же самое. Тут еще что-то остается. Это можно вот вытянуть. На это можно вот помыть. Что-то видите, я наверно поел. Если я что-то упустила в плане ответа на твой вопрос Аня, дай знать комменты поконкретнее, как мне в телеку писала относительно маслопресса, нюансов для обзора. Ну и всем спасибо за просмотр. Если хотите какой-то конкретный монбанк, можете кинуть меня донатом. Если хотите просто кинуть донатом, то вот где где-то будет облако с данными, куда можно этот донат кинуть, ну либо ссылочка в инфобоксе. Надеюсь, вы поели. Ну и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok